Всем привет, я Владимир Тишевский, это канал Вова Тиш Ньюстек. И снова у меня на обзоре самсунговский смартфон, причем что опять двухсимочный, но я думаю, что самсунг решила просто побить все рекорды во всех отношениях, и в том числе в количестве двухсимочных смартфонов. Единственное, наверное, лидер только престижа, потому что у них вообще все двухсимочные смартфоны, поэтому самсунгу нужно будет действительно постараться. Ладно, не об этом, а все-таки о комплектации. Давайте мы посмотрим, что из себя представляет комплектация этого смартфона, ну точнее то, что прилагается к нему. Так, ну непосредственно сам аппарат, сам смартфон, и он, как говорится, в первых порах, самый первый встречается нам. Далее, это инструкция, что весьма полезно почитать, немножечко макулатуры. Далее, это адаптер, но так как у меня адаптер заграничный, заморский, не местный, он выглядит весьма впечатляюще, интересно, красивенько. Это британская вилка, ну, соответственно, USB-шнурочек идет здесь к нему. Все это вот так вот круто, красиво, симпатично выглядит. Далее, это наушники, гарнитура. Далее, наушники, гарнитура, как бы вас достать. Оба-на. Вот так все это достается. И хочу обратить внимание, то, что здесь гарнитура с регулировкой громкости и кнопкой ответа. То есть, это, ну, реально прикольно. То есть, не очень-то часто встретишь в смартфонах с регулировкой громкости. Ну, по крайней мере, мне очень редко встречается. И специальные насадки дополнительные. Немножечко о внешнем виде самого аппарата. Все-таки я стараюсь эту рубрику переносить именно сюда, в распаковку комплектацию, потому что обзор я хотел бы, чтобы тоже был не сильно длинный. То есть, и это видео такое неплохое, и следующее тоже будет обзор. Кстати, для того, чтобы посмотреть обзор, не забудьте подписаться на канал, потому что, ну, все на канале будет известно. Вы сразу же узнаете о том, что обзор вышел. Да, по внешнему виду аппарата. Ну, внешний вид у него весьма симпатичный. Такой перламутровый. Вот, извините, так вот хотел сразу же сказать. Ну, такой красивенький беленький цвет с перламутром. Вот, 5-дюймовый экран на передней части. Здесь кнопочка включения. Здесь регулировка громкости. Здесь для наушников. Микрофон и для USB. Здесь фронтальная камера. Физическая кнопочка, две сенсорные. На обратной стороне динамик, камера и вспышка. Ну, о более подробных технических характеристиках я уже расскажу в обзоре. Единственное, что могу сказать, что аппарат действительно выглядит более массивно. Вот, ну, значительно массивно. Ну, больше, чем S4. Хотя у него точно такой же дисплей. Все-таки как-то чувствуется. Он, наверное, больше толще, чем S4. Вот это, наверное, как бы нюанс такой. И, конечно, могу сказать, что я немножечко посмотрел из характеристик. И аппарат весьма спорный. Поэтому обзор должен получиться интересный. По крайней мере, если вы планируете купить этот гаджет, все-таки я вам советую дождаться обзора и убедиться, все-таки стоит ли его покупать или не стоит его покупать. Да. Ну, вот такая вот распаковочка, комплектация этого смартфончика от Samsung. Единственное, наверное, давайте еще я одно добавлю. Вот напоследок. Что я, когда, ну, я его открывал до того и положил туда батарею, вот открывается крышка. Очень стремно. Просто такое ощущение, как будто вырываешь эту крышку с корнями. Я даже вам, если честно, боюсь показывать это видео. Потому что, ну, наверное, после этого видео вы точно не купите этот гаджет. Единственное, я хочу ободрить вас, что, как вы видите, у меня все получилось. И, ну, ничего я не поломал. То есть, все там, ну, отлично. Вот. Но достается это просто жестяк. Не забудьте подписаться на канал Vovatish News Tag. Обязательно зайдите, посмотрите другие интересные видео. А также, не забудьте в комментариях оставлять все ваши отзывы. Ну, желательно положительные. Ну, как говорится, какие отзывы будут. Главное, чтобы все было в рамках приличия. Всем пока. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok